Долина Смерти Долина Смерти Организовать и спланировать наступление в ходе Харьковской операции, освобождая далее города и села, занятые врагом. И таким образом появляется так называемая Щегровская операция. И основная роль этой операции отводилась 3-му гвардейскому кавалерийскому корпусу под командованием генерал-майора Василия Дмитриевича Крюченко. Операция была назначена на январь 42-го года и проходила она с 18 по 28 января. Уже за первые 4 дня были освобождены 44 населенных пункта. Местные жители ликовали. Конец ненавистной оккупации. Однако счастье длилось недолго. Буквально несколько дней. Потом стало ясно. Исход Щегровской операции будет трагическим. Солдат, конечно, это солдат. Но надо сюда к этому солдату технику, самолеты, авиацию, артиллерию, чтобы помогать расчищать путь для дальнейшего продвижения вперед. Вот этого у конников не было. И, как говорится, факт неожиданности пропал. Кто-то там из местных, как говорят, предал. Немцы успели подтянуть сюда свои силы. Немцы тут имели технику, танки, самолеты. А конница была беззащитна на поле. И силы были совершенно неравными. Солдаты были просто голодными. Сорожилы также вспоминали, что были случаи, когда голодные люди просто падали в обморок. Да и не просто люди, а даже коней подводили к соломенным крышам для того, чтобы накормить. И кони могли падать от того, что у них не было сил. После того, как операция захлебнулась, Щегровская, можно и так сказать, то уже к 26 января командование принимает следующее решение – выходить из окружения. Предлагалось одному кавалерийскому полку, одной кавалерийской дивизии, совершить отвлекающий маневр с тем, чтобы все остальные войска могли в это время выйти из окружения в образовавшуюся такую как бы щель. Остановились на ночлег как раз вот в деревне Солоевка, Курносовка и прилегающих там небольшие хутора были. Они не знали, что рядом буквально там в 10 километрах уже находятся немецкие части. Ну забегать, говорит, немцы идут. Они, говорит, как немцы, мы часовые поставили. Ну а когда выскочили, немцы уже подошли, они на ощупь день начали езжать, и их начали по полю расстреливать, на Солоевском поле их расстреляли. Они у Березова поехали, у Березова мы их там немцы ловили, кого ранены, добивали. Старожилы, которые сегодня некоторые из них живы, помнят, что все поле после этого боя Соловьевского было усеяно трупами коней и людей. Столько, сколько видел глаз до самого горизонта. По имеющимся документам, по всей той информации, которую удалось собрать к сегодняшнему дню, 963 человека погибли, 2620 человек были ранены или обморожены. Та незначительная часть, которая вышла из окружения, получила благодарность Сталина за успешно проведенную операцию, потому что таким образом вот эта щегровская операция отвлекла на себя внимание врага, и победа под Лозовой была в конце концов одержана. Трупы пролежали на снегу до самой весны. Немцы не разрешали хоронить, оставляли, как это было у них принято, для устрашения оставшихся в живых жителей. И только весной, опасаясь распространения инфекции, было разрешено захоронить. Хоронили их, где придется, силосные траншеи, ямы, погреба. В 1950 году, через 8 лет после того, как закончилась вот эта операция, решили, что пора перезахоронить трупы тех людей, которые вот захоронены, так сказать, в силосной яме. Но, когда вскрыли эту стихийную братскую могилу, стихийное захоронение, трубный запах был настолько силен, что невозможно было подойти и вести какие-то работы. Поэтому чисто символически взяли несколько костей сверху, перезахоронили и решили оставить до дальних времен. В 90-е годы у нас директором музея, в то время работала муза Петровна Зайцева. Это человек, очень такой увлеченный вопросами патриотического воспитания, истории родного края. И у нее был очень большой материал именно по этим событиям. И она неоднократно обращалась в райком Комсомола с тем, чтобы вот давайте мы как-то что-то с этим делать. Мы обратились в областной комитет Комсомола с такой вот инициативой, чтобы нас поддержали провести вот эту вахту памяти. Первый год мы подняли 63 наших солдаток. При этом мы обнаружили один медальон, но он, к сожалению, оказался пустой. В следующий год у нас уже в следующий год проходила вахта памяти, уже всесоюзная вахта памяти. Тут были люди из Тюмени, из Москвы, из Курской отряды, из Астрахани. Всего там более 150 человек принимало участие. Значит, и в 91-м году было извлечено 83 останка. Мы подняли 22 человека, я со своим отрядом. Когда мы подняли, при этом мы обнаружили медальон. Этот медальон принадлежал старшему сержанту Иванову Платону Михайловичу. Это мне запомнилось на всю жизнь. Он с 7-го года рождения со Смоленской области. А рядом отряд работал тюменцы. Они нашли медаль. Медаль была зажата у бойца в руке. Когда подняли этих бойцов и прочитали номер, то он оказал, что это принадлежит Кубанову на Хапи-Умару через Карачао-Черкесию. Последние несколько лет сюда приезжает Мурат, племянник этого погибшего бойца. Всего два имени Настелли. Погибших почти в 500 раз больше. В будущем здесь установят дополнительные мемориальные плиты. Ведь каждый герой, отдавший за нас свою жизнь, имеет право на бессмертие. Редактор субтитров А.Семкин